Валерий Георгиевич, еще совсем недавно в интервью вы говорили о том, что нам нужно быть готовыми к тому, что скоро мы будем играть на международном уровне. Вот сегодня стало понятно, что в ближайшие два года нет. Это что-то поменяло внутри вас, внутри команды? Да нет, ничего не поменяло. Никто, по-моему, не говорил, что нам надо быть готовыми, чтобы скоро вернуться. Нам надо быть готовыми, даже если не скоро вернемся, все равно надо быть готовыми. Так что ничего абсолютно не поменялось. Как узнали новость, что Ифа не допустил до жеребьевки? Как отнеслись? Как узнал, началось звонков 50, наверное, начались названия. Я понял, что что-то случилось. Зашел в интернет, увидел, что... Новость, что нас не допустили на жеребьевку. Вот так я узнал. Ну, а как отнеслись? Ожидаемо, неожиданно, были шокированы. Ну, а что нового-то? А вы что-то мне другого ожидали? Надеялись. Надеялся я тоже. Ожидали что-то другого? Ну, нет. Ну, а что обманывать себя? Так что ничего не поменялось. То сравнение, которое было в марте или феврале, когда оно случилось. До какого-то следующего решения, вот оно продолжается. Никакой неожиданности, я думаю, что большой неожиданностью не стало ни для кого. А с игроками общались? Нет. По этому поводу? Нет, вообще не общались. Их реакцию не заметили? Нет, у нас была теория, была тренировка. Когда мне их замечать? Ну, просто игроки, Валяй Григорьевич, там пропустят Чеха от мира, Чеха от Европы, то есть, по сути, два цикла. И многие, ну, у некоторых вообще никогда не будут шансы из-за этого тренировки или двух тренировок сыграть на большом турнире. Как им это переваривать? Ну, как всем людям переваривать. Как сохранить мотивацию? Как переваривать, что аэропорт закрыт в Ростове. Ну, например. Ну, так же и это. Ну, а олимпийцы готовятся четыре года. По четыре года потом кого-то не допускают. Ну, как говорят. Никто не умирает, ну что, жизнь такая. Как сохранить мотивацию? А почему ее не должно быть-то? Потому что в сборной они будут играть как минимум два года вообще никакие. Они будут играть в своих клубах, значит. А сборная будет собираться на товарищеский матч. Вот, знаете, на такие. Они нужны сейчас? Обязательно. Для чего? Для того, чтобы сохранять мотивацию. Это достаточно мотивации? Для футболистов, да. А вы после этой новости, у вас что-то поменялось? Вы не подумали, что, может быть, сейчас, не знаю, не время, не стоит работать в сборной в ближайшее время? Нет, ребят, еще раз повторяю, я ничего не подумал, ничего не думаю. То, что это было ожидаемо, ну да, было ожидаемо. То есть, надо думать, что все это понимали. Скорее всего, будет так. Пока никаких изменений не произойдется во всем, что происходит, я думаю, что так и будет продолжаться. Пока что. Ну, все, пока работаем, готовимся к игре с Киргизией. И все, и мыслей никаких других нет. Дальше посмотрим. А с кем вот нам играть в товарищеский матч? С какими командами, получается? Потому что мы вроде как договорились с Боснией, но сейчас на них пошло давление. И получается, что сейчас товарищеская игра с ними, ну, под вопросом. Значит, будем играть с другими, с теми, на кого давления не будет. Кто согласится? Кто согласится. А он в Киргизии не хочет играть? У меня очень. Ну, потому что собрались футболисты, на них посмотреть во-первых раз и сыграть игру почему-то неинтересно. На сборах мы играем игры? Клубные, я имею в виду. Интересно? Даже вам интересно, вы все время показываете. Даже через 10 дней после тренировок вы даже это показываете и обсуждаете там счет. Почему это тогда неинтересно? На ближайшие два года отстранения? Не на ближайшие два года. Не будут вызываться ли российские легионеры? Не на ближайшие два года. Насколько? Может объяснить? До следующего решения. А следующее решение может произойти в январе. Ну, допустим. Как вариант. И заканчивается спецоперация? Например. Как вариант. Если говорить до следующего решения. До следующего решения пока нас просто не разбавят. Не будут вызываться в сборную российские легионеры, которые выступают в других чемпионатах? В зависимости от того, когда это будет происходить, и в зависимости от логистики, сколько у них матчей будет. То есть сейчас мы не вызывали из-за логистики, из-за того, что у нас нет официальных матчей. В марте вы говорили, что будете вызывать все равно в сборную сильнейших. Сейчас вы вызвали тех, кто младше 30. Ну, что логично. Почему вы приняли такое решение? И это будет продолжаться? Ну, в этом есть логика, но в какой момент вы приняли это решение? После того, как я сказал, что будем вызывать сильнейших, а потом нас через 2 минуты подумал и думал, что будем делать по-другому. Валерий Георгиевич, у вас больше третьей команды новички, вообще дебютанты в сборной. Каково это, когда такое большое количество новичков работать, они не знают подхода? Как все здесь происходит? 20 какого августа перед Сербией, какого мы собрались, 26 августа. Когда мы собрались первый раз со мной, я имею в виду, они вообще ни один не знал. С Хорватией? С Хорватией, да. Тогда, тогда что как? А здесь хотя бы, здесь хотя бы как минимум половина все уже знает, ну или вспоминает быстро. Поэтому сейчас легче, естественно, нам надо. Ну, насколько им легко войти в коллектив, привыкнуть к требованиям, понимать вас? Ну, это я откуда знаю, это у них надо спрашивать, насколько легко или сложно. Вы сказали, 50 звонков было. А вы сами кому-то звонили, чтобы прояснить ситуацию? Нет. С РФ сообщались, чтобы понять, насколько... Нет, Сережа, нет, еще я был на теории, потом на тренировке, нет еще, у меня времени еще не было, телефон взять. В первый день, ну, первые дни сбора традиционно идет там взвешивание, тесты. Вы это сохранили сейчас? Да, конечно. Все то же самое, все, что было, все осталось. Ну, результат взвешивания, естественно, есть. В смысле их нет. Нет, но я думаю, вы там подводите же итоги через несколько дней обычно. Какие они сейчас? То, что вы видели? Ну, по поводу веса могу сказать, что в более-менее нормальном состоянии. То есть не хуже, чем было в августе. В красной зоне никого нет? Ну, пара человек есть. Кто это? Какая разница? Ну, это те же, которые и раньше были в красной зоне. А кто был раньше в красной зоне? Ну, не знаю. Поэтому можно сказать, что да. Нет, можно сказать, что нет. Каким вы видите, в принципе, будущее сборной на тот период, в котором она сейчас живет? На матчах, решать какие-то тактические задачи, обязательно выиграть в любом случае. Как сейчас живет в футбол? Ну, обязательно выиграть. Да, это хотелось бы, естественно, выигрывать. Ну, в большей степени хотелось бы, чтобы там те футболисты, которых не было, соответственно, которые меньше 30 лет или там совсем молодые даже, тех, кого мы вызвали, понятно, что некоторые, наверное, даже где-то авансом может быть. Ну, с учетом того, что пока мы забанены, когда нас разбанят, то есть, я думаю, что никто не знает, там через год, через два, через шесть месяцев, через неделю не знает никто. То есть, как бы, чтобы эти футболисты уже понимали, понимали в следующий раз, приезжая сюда, что от них хотят с точки зрения игры. И не с точки зрения, с точки зрения результатов, понятно, что всегда надо выиграть. А вы уверены, что будете главным тренером сборной к моменту, когда разбанят? Это ведь может произойти как через неделю, вы сказали, так и лет через десять. Я не уверен, что на следующей неделе будут тренером Ростова говорить про сборную. Все может произойти в этой жизни. С вашими переговорами с РФС по контракту они есть? Нет. Контракт заканчивается в конце этого года? 31 декабря, по-моему, да. Вам хотелось продолжать работать даже в таких условиях? Посмотрим, не знаю. Посмотрим. То есть, допускаете, что не продлите? Да, пускай, в этой жизни все может быть. Может, сейчас РФС скажет, что нам сборная не нужна, нам тренер не нужен. Ну, окей. Я уже понимаю, что так не будет. Ну, а кто его знает? Может, друг так скажет. Ну, или другой скажет, что тренер нужен. Почему, да? Мне это тоже маловероятно. Ну, поэтому, грубо говоря, если начнутся переговоры или разговоры по этому поводу, тогда и будем разговаривать и думать. Мне сейчас некогда думать на эту тему точно. С учетом условий, вам не кажется, что было бы проще играть с клубами, а не со сборной? Ну, проще. Ну, возможно, да. Ну, проще. Такой сценарий рассматривается? Ну, если с нами совсем никто, наверное, не захочет играть, но, наверное, тогда да. Валерий Георгиевич, что с джеки и Кривцовым? Кривцов приехал вчера, когда мы собрались, вчера, уже запутался. Вчера, вчера, да. Вчера приехал с недомоганием, с головокружениями. Ну, сегодня на обследование еще, то есть непонятно, то ли отравление, то ли вирус какой-то. То есть пока непонятно. Поэтому сейчас пока на обследование в больнице. Еще, я как понимаю, с коленом есть кое-какие проблемы. То есть мы тоже про них знали до того, как еще его заболевали, потому что с ним общался. И знали, что он первые два дня не будет тренироваться на паузу. Завтра состоится, как я понимаю, товарищеский матч между тренерским штабом сборной и персоналом против команды нашей парни. Как отнеслись к этой идее? Да нормально, что. В Дергер сыграем. А сборная в последующем может сыграть в медиакоманду? Может быть, почему нет. Ну, шоу, чтобы устроить, ну, можно. То есть это будет несерьезно, значит, если вы говорите шоу. Выходить серьезно, да? Смелья, смелья. Ну, если они уже начали играть в кубки и будут дальше расти и расти. До уровня сборной России? Давайте тогда мы будем вызывать сборную. Олег Григорьевич, главная новость вчерашнего дня – это сам Сазонов, защитник Динамо, принял решение играть в сборную Грузии. Потом его отец дал интервью, где сказал, что до него доходили слухи, что Сазонов крутился в списках Карпина. Карпин его рассматривал как кандидата в сборную. Хотелось бы от вас услышать, вы когда-нибудь рассматривали Сазонов как кандидата в основном? Кандидат в молодежную сборную, да. В первую сборную. Я лично, я нет. У вас есть опасения, что по аналогичному сценарию ребят, у которых там, допустим, мама грузинка, там, папа русский, там, мама арнём? В Буцарии. Да, будут растаскивать у нас другие федерации. Ну, окей, ну это их решение, этих футболистов, этих людей, то есть это их решение, что с этим сделать. Вот на вчерашние новости вы как отреагировали? Спокойно? Да, абсолютно. То есть какого-то сожаления, что упустили, грубо говоря, игрока, такого не было? Какого такого? То есть 8 игр за Динамо сыграл? Или сколько там? 10? Ну, Спартиана тоже упустили то, что они не понимали. Тогда не понимали, посмотрим. То есть, ну давайте так, и без Спартиана сборная Россия умрёт. Вообще Россия умрёт. Ну да, уже хотелось бы, чтобы он был. Ну нет и нет. Ну как бы, не думаю, что что-то произойдёт сверхъестественно со Спирцаном. Не думаю, что мы выиграли чемпионат мира. Потому что он, да, очень хороший игрок. У вас есть какой-нибудь список игроков, может быть, в селекции, кто потенциально может сменить спортивный? Меня нет. А мне кажется, что было бы логично сейчас его подобрать? У ФС, наверное, есть. Что вы думаете о поведении Федерации Грузии? Отец Сазонова сказал, что они приезжали, они встречались с Сазоновым, показывали там базу, рассказывали о перспективах. Ну, прекрасно, молодцы. То есть нормальное поведение, всё так должно быть? А как должно быть? Человек просто вызывался молодёжной сборной. Да, ну и что, и брузинскую. Ну, например, я не знаю, как это вообще всё происходило, поэтому мне трудно судить. Впереди сборная Киргизия, вот товарищеский матч уже успели, как говорили, разобрать соперника, что, наверное, отметите самое главное, самая, может быть, сильная сторона у Киргизии. И знали ли, может быть, до этого игроков в сборной Киргизии? Нет, честно, понятно, что не знал, кроме Кичина, не знал ни одного игрока, я не знаю. Отмечать сильные стороны у сборной Киргизии в товарищеском матче, я думаю, что не имеет смысла. Естественно, будем играть, не обращая, так скажем, внимания на сборную Киргизию. Мы должны играть так, как мы хотим играть. Я надеюсь, первый матч, наверное, наш, да, первый, назовем его, неофициальным, товарищеский матч первый, в котором футболисты смогут. И, честно говоря, первая тренировка, можно сказать, что мы провели первую тренировку, наконец-то, плюс-минус полноценную, плюс еще завтрашную тренировку. Первый раз две тренировки в сборной, ну, нормальных тренировок, не восстановительных и еще каких-то, и предыгровых. Поэтому все девичьи, которые мы там, хотелось бы нам видеть, я надеюсь, что смогут притворить жизнь в Киргизии в игре. Насколько важен результат будет в игре в Киргизии? Насколько это как? По какой шкале? Ну, товарищеский матч. От одного до десяти? По какой шкале? От одного до десяти. Девять. Почему? Ну, потому что мне важнее еще и игра. А что важнее, результат или игра? Игра. Вы сказали, что... На десять баллов важнее. Вчера вы сказали о том, что команда, скорее всего, проведет, ну, футболисты проведут по тайму. Так ли это? Как вы будете выбирать? Да, по тайму. Прежде всего, для того, чтобы, так как нагрузка на многих выпадает, достаточно большая в связи с играми еще в Кубке, плюс у некоторых, не у всех понятно, но у некоторых сложные переезды. У Краснодара, у Ростова. Нагрузка физическая и психологическая достаточно большая, поэтому для того, чтобы, прежде всего, травм не было. Поэтому по тайму, если все нормально будет, опять же, дай бог, по тайму сыграет. Когда Николай Николаевич Писарев уходил в Химки временно, вы взяли еще одного тренера, Никифорова. А сейчас они все вместе в сборной. Вам не кажется, что это слишком большой штаб для сборной без задач? Да нет, а чем вам мешает? Интересно, может быть, дублирование идет позиции? Да нет. Игорь, у нас достаточно матчей, чтобы их просматривать, поэтому тем, чем они и занимаются. Зарплату раздербанили. Та, которая была, да, ну да, их так, что не переживайте. Деньги любите считать? Не переживайте. И также обязанности раздербанили. Удобно. 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 Что делать дальше? И опять будет подниматься тема с переходом в Азиатскую Федерацию. Если у вас бы спросил РФС, как вы бы отнеслись к переходу в Азию, если это будет возможно? Ну, смотря когда, через сколько. Через полгода, наверное, нет. Ну, это мое мнение, лично. Лично мое нет. А через три года, возможно, да, не знаю. Прямо сейчас я не готов ответить на этот вопрос. У вас чем дальше, тем больше не крепнет ощущение, что эта ситуация не на год, не на два, а лет на пять плюс? Честно говоря, нет. Вы надеетесь на скорейшее разрешение ситуации? Ну, да. Ну, как бы на скорейшее. Скорейшее это неделя или год? Что значит скорейшее? Ну, год. В течение года, надеюсь, что в течение года, да. Вы когда только пришли в сборную, на одной из первых пресс-конференций сказали о том, что, ну, были недовольны тем, как состоянием футболистов. То есть вы сказали, что многие уставшие и так далее. Вот сейчас то же самое, очень сложный календарь. Матч там со второго на третий, кубок и так далее. Вот в каком состоянии в целом сейчас российские футболисты? Потому что из-за того, что они приезжают в сборную, у вас, наверное, такая лучше всего, ну, вы больше всего знаете теперь о состоянии в целом РПЛ. Ну, в разном, в разном состоянии, естественно, это первое. Второе, ну, опять же, то, что это было в августе того года, когда у нас были официальные матчи за каждый, не знаю, за каждый гол там надо было бороться. Я не говорю про очки. Ну, и сейчас, как я только что сказал, по тайму сыграть, я не вижу никаких проблем. Играть через два на третий, как это было у нас сначала с Хорватии, потом не помню, с кем мы играли, на Кипре, по-моему, вот там чувствуется, да. Я думаю, что здесь не должно ничего, то состояние физическое, в котором они находятся, там, в лучшем или в худшем, кто-то в лучшем, кто-то в худшем, кто-то больше играет, кто-то меньше играет, это никак не повлияет на игру. Если бы мы играли там официальную игру сейчас, то да. Еще потом вторая, через два на третье было бы, тогда да, тогда бы это было, можно было озаботиться этим. Есть понимание, когда, в какие даты и где мы будем играть с Ираном? Состоится ли игра с Боснией, на ваш взгляд? С Ираном вроде бы, да, опять же так, на 99,9 состоится, то ли 15-го, то ли 16-го, и то ли в Тегеране, то ли в Катаре. Получается, вы играть будете через день после последнего тур осеннего? Ну, все, 13-го тур же у нас. Ну, если 15-го? Ну, если 15-го, возможно, 12-го тур. Ну, как бы, много всяких нюансов, которые надо еще учесть. А с Боснией? А с Боснией что? Будет ли вообще игра, как вы думаете? Не знаю. Скажут, скажут, играть, будем играть. Не скажут, скажут, не играть, значит, не будем играть. Ну, к РФС вопрос, ребят, я не прорабатываю варианты, с кем играть. Я точно этим не занимаюсь. А у вас никаких пожеланий нет по соперникам, с кем бы хотелось, что РФС вам даст? Может, с Испанией ходить сыграть? Ну, вот как отвечать на обратно? Многие футболисты говорят о том, что у вас... Ну, нормально, да. В нашей ситуации бы пожелать им сказать. Да, с Францией, с Испанией, с Англией. С Англией. Какой список? Какой список? Выбирайте из Англии и Франции или выбирайте из Киргизии, Миянмы и еще кого-нибудь? Ну, я утрирую, понятно. Футболисты отмечают о том, что вы, во-первых, сильный мотиватор, во-вторых, в целом, ваше общение с футболистами оно необычное немножко по сравнению с другими тренерами. Ну, некоторые об этом говорят. Вот сейчас, в связи с этой ситуацией, может быть, вы уже заметили кого-то, с кем нужен особый разговор? Потому что, ну, вот мы сейчас разговариваем 18 минут, и все разговоры вообще не о сборной. Может быть, заметили кого-то, кого нужно подбодрить? Это как? Скажите, все будет нормально. В связи с чем? В связи с тем, что мы вот 18 минут матч, завтра, послезавтра, точнее, играем матч, но разговоры вообще не об этом матче. Смелье команды. Да, да, подбодрить, в смысле, с политической ситуацией? Да. Да, я думаю, что они даже не знают, какая она. Ну, они знают. Ну, они знают, что нас не допустили. Ну, да. Не, подождите, чуть-чуть, многие вообще не в курсе ситуации. Это как? Это политическая ситуация. Ну, то, что сейчас происходит. Ну, они вообще не от Дуплею, они в интернет не смотрят. Ну, они знают, да, что происходит на Украине, они знают, естественно. Ну, как бы и что? Они играют все, футболы играют. Валерий Георгиевич, вы раньше говорили, что, ну, как бы вообще не следите за медиа-лигой, а потом, ну, последний, когда давали брифинг, уже говорили, что это, в принципе, интересная история и привлекает внимание. Почему у вас изменилось? Я ничего не изменил, я как не следил, так и не слежу. Ну, просто эти команды, эти команды, которые, две команды, как они там, Амкал и Тудроц, вот они играли там в кубке, и какой-то здесь был у вас, прежде всего, у вас какой-то был интерес, ажиотаж, хотя другие, такие же любительские команды играли, там, десять команд еще, я так понимаю, других играло, вам по барабану на них. Я на пошло дальше, да. Ну, вам на них по барабану, а вот именно… Ну, это проблема этих команд. Ну, вот я ни разу не слышал, не читал, вернее, не то, что не слышал, не читал, я там не слушаю, но не читал, где кто-то сказал про Ставрополь, как? Ставрополь, Агросоюз. Агросоюз, вот я вот первый раз услышал. Ну, это проблема этих команд, потому что про них никто ничего не слышит. Ну, окей, проблема, так, вот так, поэтому я говорю, что я услышал про эти кому что вы проект стали писать все ну что там происходит медиалиги я не в курсах что в тудро сыграет парень который играл у вас в армавире не знаю вы не смотрели кубок вы не смотрели случайно нет конечно вообще не возбуждает эту историю чем а чем не может возбудить потому что за этим следят больше чем за многими матчами рпл то есть там следит зрители мы же видим и зрители но вы смотрите матчи смотрят 200 плюс прямом эфире некоторые 200 тысяч вот например матча со сборов не смотрят столько клубов рпл даже топ клубов рпл и значит это явление вы смотрите вам интересно смотрите это явление для меня это не явление о том что может ли профессиональный футбол двигаться в сторону большей открытости можете представить что вообще вопроса не волокна матча по ходу матча какого-то станет вдвоем мы будем снимать вас рядом с тренерской скамейкой тут бывает снимают еще мачта его снимает там ну и чё не против да не по право ночи спасибо придем если вас пустят тут раньше всегда была интересная ситуация с выбором капитана спорно сейчас 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 просто так как в первом доме или втором а можно и в первом-втором вот увидите и в первом-втором кто-то будет 30 плюс только что сказали же еще раз вам интересно смотрите сборные есть футболисты кто-то играет много кто-то постоянно кто-то меньше кто-то вообще не играет но вот вас не беспокоит допустим ситуация конкретно вопрос по бакаева играет мало совсем беспокойно на лавку и так я на прогресс может замедлиться беспокоит кругового ним в соцсетях сборной бугридос когда уже рядом и что-то ему говорили если не секрет что ну секрет естественно круговом круговой успокоит вообще принц меня беспокоить все футболисты зенита российские слава богу что играет мостовой слава богу что играет кузяев караваев еще как забыл круговой бакаев где-то на замену выходит беспокоит конечно вы же принять что это их выбор да но там уже пока его крайне сложно будет пробиться через бразильцев но это же его выбор был он же захотел он же не знал бакаев на тему у меня был на тему с ним он выбрал перед он выбрал этот путь будет пробиваться не переходить нет я не советовал дня не советчик в этих вопросах его решение обозначил вот эти моменты которые по которому говоришь там будет сложно играть игровое время получать я буду бороться никак в какой теория ну я не знаю насколько там юридический процесс позволяет ну потому что узнаете они сыграли в они лимпийские чемпионы с бразилии они сыграли в официальные матчи под эгидой шифа за бразилию они больше ни за кого играть не могут вне зависимости от паспорта нет нет не только основания я это знаю в этой неопределенной ситуации будущего есть смысл чтобы кто-то из рафес приехал и с футболистами поговорил насколько это вы сказали что не все внимательно за этим следят что будет дальше это важный момент там сейчас ситуация неопределенная вы хотите чтобы футболистам кто-то объяснил и надо ли им что-то сейчас объяснять по текущей ситуации я считаю что не обязательно приедет кто-то ночью объяснять что скажешь ребят нас когда-то вернут или или что не кто-то может из футболистов рано или поздно задаст вопрос зачем мы приезжаем если мы не играем с топ соперниками вопрос проще проще отдохнуть задаст этот вопрос и не хочет он приезжать но не будет приезжать все все проблемы приют другие таких не было кто сказал я не хочу но вам ростовские футболисты не говорят ну вот вы ехали сейчас насколько они выехали счастливые сутки счастливые заедут сборную сутки ну не сутки семнадцать часов ехали счастливые довольны вы уже прикидывали сколько вы наездили за эти 10 тур нет есть какая-то карта лояльность от ржд у меня нет может у ростова язык у вас мысли как получилось с арсеном захарян он приехал на сбор провел первую тренировку по видео не проводил первую тренировку вышел на поле размяться попробовать посмотреть если были ваще не не почувствовал что были ваще не ушел или вещей нигде а болевые ощущения где колени на видео которое предоставило динамо не очень видно что был коленом контакт муки я говорю в колени спасибо то мало теория за вас не бесит поведение боснийцев большинство игроков скулят прямо что не надо ехать в россию мы не хотим ехать и прочее хотя федерация договорилась и и все проблем федерации там боснийской этих футболистов вы бы как себя вели в такой ситуации вот позиция там конкретного 1 какой-то 1 2 или 3 или пяти или десятерых него там конкретных людей вы бы жили в боснии возможно тоже так себе что вы там слышите в осень и в испании в европе абсолютно другое то что слышите здесь пропаганда на везде существует где бы какой-то облегченный период ну облегченный период тренировок учитывая то что у нас нет официальных матчев товарищеский да еще киргизия не понял вопрос но может быть меньше и не замен тактики в прошлый раз по-моему весной тактикой не занимались если я правильно помню весной тактика не углубленно тактикой не занимались да ну чуть-чуть да не не так как это было перед официальной игрой естественно не перегружать опять же голову и прежде всего ну что то да и что то естественно будет продолжать тем босницев если откажутся играть все лидеры но при этом мы сыграем с босни то есть условно без пьянича джека это будет таким же интересным матчем таким же интересным соперником для нас с любой заперник интересный вы не придумали по чемпионату мира съездить туда посмотреть не передумал никогда не мелькают мысли что сборная россии могла бы там участвовать мелька это что когда вы спрашиваете поедете вы на чемпионат мира вот мелькает мы могли поехать